Магнитогорская спортсменка, самая сильная женщина страны Екатерина Зайцева установила абсолютный мировой рекорд в жиме штанги-лёжа. На чемпионате мира Золотой Тигр в Екатеринбурге она сумела поднять 295 килограммов. Это самый большой вес за всю историю женского экипировочного жима. Успешно выступила на мультитурнире и вся команда магнитогорских спортсменов о крупных победах и не менее масштабных планах на будущее расскажем далее. Ну экипировка это основная часть оборудования, без неё никуда. Вот всё, что здесь видите, вот эти десятки майок, которые используются прям вот ежедневно. Андрей Полей, чемпион мира по пауэрлифтингу, рассказывает, профессиональная экипировка для спортсмена это важная составляющая успеха. Она помогает избежать травм при поднятии серьёзных весов. Согласно с этим и его воспитанницы Екатерина Зайцева, в прошлом году она привезла из Америки новую жимовую майку, которая раза в три плотнее и тяжелее, чем её собственная. И теперь, выступая в экипировке, Екатерина не боится ставить перед собой на первый взгляд нереальные цели. Пошла ва-банк она и на чемпионате мира «Золотой тигр», который проходил в Екатеринбурге. В итоге установила на соревнованиях сразу три мировых рекорда, один из которых абсолютный. Сама спортсменка призналась, не сразу почувствовала в себе силы на такие свершения. Начали разминаться, и я понимаю, что, ну, как бы всё мне очень тяжело. Но не даю виду, слушаю музыку, настраиваюсь. Есть у Екатерина такая примета – чем тяжелее на разминке, тем легче на выступлении. В этот раз она тоже сработала. Первым подходом спортсменка заказала 255 килограммов, вторым – 275 килограммов. А это уже на 5 килограммов больше, чем она жала на соревнованиях ранее. С весами справилась легко, дальше – больше. Третий подход заказываю 285. Я жму его, тоже уверена. У меня эмоции, адреналин, всё, думаю, надо идти на 295. Такой вес ещё не поднимала ни одна женщина в мире. До этого рекорд составлял 294 килограмма 800 граммов. Его автором была американка Анна Миллер. Американцев всё в фунтах, и когда всё переводится в килограммы, немножко вот такой кривой вес получается. И я заказываю 295 четвёртым подходом и уверенно жму. Екатерину поддерживали сотни людей – зрители, спортсмены. Наставник Андрей Полей рассказывает, такой результат и для него стал сюрпризом. Самый большой вес, который когда-либо женщина вообще поднимала в истории пауэрлифтинга и экипировочного живого многослойного. Это было неожиданно, но на катю очень сильно эмоционально действует зрительный зал. Чем больше зрителей, тем больше какая-то ответственность у неё. Она прям заводится, куражится и прёт как танк. Успешно на мультитурнире по традиции выступила вся команда магнитогорских спортсменов. Она, кстати, была самой многочисленной. Итог выступления – кубок за общекомандное третье место. Вклад в победу внёс каждый из участников. Вместе с Екатериной в элитарном дивизионе на сцене выступал магнитогорский пауэрлифтер Евгений Никандров. Выступил достаточно неплохо. Относительно всё, конечно, и сравнительно. Пожал 305 килограмм в своей весовой, занял первое место. Ну и очень много эмоций получил и в целом доволен. Наставник Екатерина Андрей Полей не только поддерживал свою подопечную, но и сам отлично справился с задачей. Он взял вес 280 килограммов. Сейчас спортсмены продолжают тренировки. Впереди немало стартов. Самая сильная женщина страны Екатерина Зайцева готовится сразу к нескольким. Главный из которых – турнир «Мистер Олимпия», который состоится в США в ноябре. И на него у рекордсменки тоже большие планы.